Назовет себя, вашу должность, кто вы представляете здесь у нас в хозяйстве, и там вопрос задам. Сметов Борис Васильевич, советник, генеральный директор предприятия ФОС Агро Волган. Это предприятие по продаже и реализации минеральных удобрений. Это бытовая структура компании ФОС Агро. Компания ФОС Агро располагает своими заводами минеральных удобрений, череповец Балакован. И плюс на окольском полосе разрабатывает фосфорные концентрации. То есть практически мы имеем свое сырье, производим все виды минеральных удобрений, и сложные, и простые минеральные удобрения. В год мы продаем где-то порядка, только наша структура продает порядка 100 тысяч тонн минеральных удобрений. Значит, ну, динамика, она разная по годам. Вот в этом году мы продали меньше не потому, что, скажем, не сработать ее, потому что, видимо, все-таки финансовое состояние хозяйства, оно влияет на эти процессы приобретения для растеневодцев и средств защиты, и минеральных удобрений, и других сопутствующих материалов. Будем надеяться, что будет лучше. Борис Васильевич, Вы сегодня посетили вот один из комплексов, или как бы фермы двора, нового скот-двора, да, для молодняка. Вот Ваше впечатление. Ну, впечатление самое приятное, потому что все-таки эта программа в области работает уже не первый год. И много введено подобных предприятий в разных районах, я уже не первый раз присутствую на таких открытиях. Понимаете, это, с одной стороны, приятно. Дело в том, что меняются технологии. То есть более, так сказать, механизированный труд, меньше ручного труда, условия труда, содержание животных. Результат, соответственно, должен быть высоким. Но стоимость, конечно, вот этого объекта, она достаточно высока. Не каждое хозяйство это поднимет, да. Поэтому, так сказать, надо сегодня думать не только, как эксплуатировать это предприятие, надо вообще всю технологию пересматривать, потому что нужны другие показатели. По надоям, по растеневодствам и так далее, и так далее, и так далее. С тем, чтобы иметь достаточную прибыль в самые короткие сроки, окупить вот эти объекты. Ну и дальше идти тоже после. За ним должен быть следующий, следующий, следующий. Но сегодня дальше уже работают специалистов, экономистов, зоотехников, агрономов, руководителей. На них вот это предприятие возлагает очень серьезную ответственность, потому что это должно работать, давать прибыль всем, чтобы можно было идти дальше. Спасибо большое. Борис Васильевич, сегодня Сельхозакадемия нуждается в научной сотрудничестве. Готовы ли вы сотрудничать с новым руководством, в частности с ректоратом, ректор Сельхозакадемии Александр Самоделкин с октября возглавил Академию, как вы знаете? Значит, я бы хотел сказать, что мы работаем в Сельхозакадемии, сотрудничаем уже порядка 7-8 лет. Мы ведем испытания минеральных удобрений на различных культурах, на различных почвах, в различных условиях. Ваша Академия в лице Титовой Веры Ивановны. Значит, дальше у нас агрохимцентры есть в области. Вот мы втроем работаем, проводим испытания, делаем материал, который доводим из Сельхоз, товаропроизводителей, потому что сегодня сопровождения минеральных удобрений, технологий практически нет и очень мало. Поэтому мы как бы открываем это дело не для себя, а для того, чтобы у нас покупатель был привязан к нам, чтобы он понимал, что мы продаем не только товар, мы даем ему еще технологию в руки. Конечно, это задача Сельхозакадемии, и мы надеемся на очень плотное сотрудничество с тем, чтобы вы вот эту ношу взяли на себя, а мы вам помогли просто представляя материал, так сказать, и прочее, и прочее. От лица Сельхозакадемии я выражаю вам готовность взять от ношу на себя и пользуюсь возможностью. Приглашаю вас завтра, 22 ноября в час, будет День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Прошу вас принять личное участие. Спасибо, я приглашение принимаю, я постараюсь. Спасибо, спасибо. Спасибо.